Подъем в 6 утра, отбой в 10 вечера. По такому расписанию живут полторы тысячи человек. Подопечные, как их тут называют, колонии строгого режима номер два. В исправительном учреждении содержатся рецидивисты. Одни по решению суда получили пару месяцев, другие до двух десятков лет. На территории свой мир. В производственных цехах работают более 600 человек. Получают минималку. Наличных нет, деньги перечисляют на спецсчета. У них нормированный рабочий день с 8 утра до 16.00 и час на обед с 12 часов дня до часа. Предусмотрены каждый час технические перерывы у них, то есть перекур так называемый. А так все остальное время они находятся за швейным оборудованием. В сутки бригада выпускает порядка 200-300 пар обуви. В основном сапоги, как и в других колониях, где шьют спецодежду для заключенных и сотрудников различных структур. За рабочим процессом следит контролер. Есть технолог, который обучает. Также освоить профессию осужденные могут в ПТУ, что на территории колонии. На кухне тем временем готовятся к раздаче обеда. На первое сегодня суп со свежей капустой. Кстати, овощи выращивают сами, пекут хлеб, держат хозяйство. Бульон для пшенной каши варят на говядине. Есть в колонии и медицинский пункт. После работы у каждого личное время. Кто-то идет в библиотеку. Фонд небольшой, около 5000 книг. В основном на полках классика русская и зарубежная. Примерно треть книг посвящены Великой Отечественной войне. Но осужденные предпочитают читать детективы, рассказывают сотрудники в СИН. Есть религиозная литература. Более тысячи экземпляров хранятся в храме. А вот местных курских газет в колониях нет. Мне уже приходилось в этом году быть в июле в Львовской колонии. И там я уже обратил внимание, что есть определенные проблемы в справительных учреждениях с обеспечением периодической печати. То есть средств для этого специально не выделяется. Поэтому есть такая вот проблема. Проблему намерены решить. Управление почти договорилось о поставке периодической печати в курские тюрьмы. В колонию номер два сегодня привезли первую партию. В Курской области действует пять исправительных учреждений, плюс СИЗО. За решеткой около пяти тысяч человек. Ежегодно на свободу выходит примерно половина. Большая часть из них – это жители Курского региона. Достаточно большая проблема. Какими отсюда они выйдут, чем они будут заниматься на свободе. Потому что пока они здесь, мы их контролируем. Мы обеспечим, как вы смогли убедиться, их работой, питанием, проживанием. Что будет с ними уже за выйдя отсюда. Это уже достаточно большая проблема, которую нам приходится всем решать вместе. С осужденными в колониях работают психологи. Несмотря на это, рецидивы – не редкость. 30% как правило возвращаются. Не первый год в регионе обсуждают строительство социального центра, который бы помогал судимым первые несколько месяцев. От разговоров к делу пока не перешли.